Если спросить современного человека, какую функцию выполнял веер, он ответит, что этим предметом дамы обмахивали себя в душных помещениях. Но европейские модницы пользовались веером еще и для того, чтобы показать кавалерам свою благосклонность, или напротив, дать понять, что их старания бесплодны. Родиной первого веера историки считают Китай. Сначала веера не складывались и представляли собой небольшое опахало с ручкой и экраном из перьев или бумаги в виде овала или флажка. Упоминания этих изделий встречаются в произведениях древнекитайских поэтов, относящихся еще к эпохе императора Увана II тысячелетия до н.э. При раскопках могилы княжества Чу в Дзян-Лене были найдены фрагменты вееров из перьев с деревянной ручкой. Похожие находки относятся к эпохе восточной Джоу 770-256 года до н.э. В те времена веера служили признаком обеспеченности и авторитета владельца. В III веке до н.э. китайские веера приобрели полукруглую форму. Изготавливали их преимущественно из тонких бамбуковых пластинок. Такой веер могли позволить себе не только император и его приближенные, но и простолюбили. Мандарины спасались веером от духоты. А их слуги нередко использовали веер, раздувая огонь при готовке пищи или солеварении. Позднее мастера стали делать круглые бумажные веера на ручке. В I веке китайцы преподнесли несколько таких вееров японскому императору. Японские мастера заинтересовались диковинкой. Они создали складной веер из деревянных обструганных дощечек и прочной бумаги. Своё изобретение они назвали сунце. В 1988 году уже японские монахи преподнесли в дар императору Китая два веера в виде летающей мыши и 20 других разнообразных красочных складных вееров. При китайской династии Суй и Тан 581-907 года появились круглые веера ваньшани. Их делали из бамбуковых или деревянных пластинок и тонкой шерстяной ткани. Но после подарков японцев в Китае возникла мода на складные веера, которые постоянно совершенствовались. Теперь материалами служили золото, нефрит, слоновая кость, черепаший панцирь, рога зверей, сандал и бамбук. Со времени династии Минь в 1368-1644 годы появились школы, мастера которых занимались резьбой на каркасах вееров. Они изображали горы, реки, цветы, птицы, зверей, а также портреты. Другим направлением украшения веера стали искусная каллиграфия. Аристократы древней Греции и Рима тоже не обошлись без апахал из листьев и павлиньих перьев. Флабеллум, так в Риме называли апахала на ручке, которым молодые невольники флабельферы обмахивали господ. В одном из трактатов о виде упоминаются маленькие веера табеллая, используемые римскими модниками. В Византии апахала назывались репида и применялись в церковной службе для того, чтобы отгонять мух от святых даров. Потому репиды быстро приобрели репутацию ритуальное значение. В 16 веке веера в единичных экземплярах начали привозить из Азии в Европу. Лишь основанные в начале 17 века ост-индские компании стали массово импортировать изящные китайские веера. Их сразу же взяли на вооружение модницы Венеции, блиставшие на карнавалах. Индустрия стала набирать обороты. Теперь китайские мастера делали тысячи вееров уже с учетом требований европейских заказчиков. Проявлялись свои мастера и в Европе. Французская гильдия по изготовлению апахал, получив статус поставщика двора, считалась одной из самых богатых. Европейские веера изготавливались из шелка, кожи, пергамента, плотной бумаги. А пластинки каркаса делали из перламутра, украшая гравировкой или росписью. Французские мастера имели право расписать веер лишь определенным набором сюжетов. В то же время итальянцы были лишены подобных ограничений, что делало их изделие более привлекательным. Впрочем, и у тех, и у других сюжеты пересекались. Сцены из античной мифологии, жизнь королевского двора, цветочные орнаменты. Неудивительно, что веер стал элементом дворцовых церемоний. Так, при дворе Ледовика XIV дамы могли открыть вееры лишь в присутствии королевы. Прежде чем выпустить девушку из знатной семьи в свет, ее обучали искусству обращения с веером. Женщины из третьего сословия, не аристократки, доступа к веерам не имели. В середине XVIII века веер из модного аксессуара превратился в передатчик любовных посланий. Так, если женщина касалась открытым веером сердца и губ, для мужчины это значило «ты мой идеал». Если же она прикладывала сложенный веер к левой щеке правой руки, то кавалер мог оставить все надежды. Язык веера оказался весьма востребованным, ибо позволял заводить романы, не прибегая к компрометирующим посланиям. Не случайно во Франции тех времен бытовала поговорка «Веер в руках красавицы – скипетр на владение миром». Россия свое знакомство с веером также начала с опахала. Именно его с экраном из черных страусовых перьев на ешмовом золотом черенке, украшенном изумрудами, рубинами и жемчугом, прислал дар матери Петра Первого, царице Наталье Кирилловне, государь, цареградский патриарх Кирилл. Однако помимо опахала в Москве появились и европейские веера. Правда, особой жары в Москве не наблюдалось, а французский этикет боярским дочерям был неведом. Так что моду на веер здесь считали блажью. Путевку в жизнь вееру дали реформы Петра Первого. В указе от 4 января 1700 года царь приписал всем мученикам, кроме крестьян и священников, носить платье венгерское, а в указах 700-801 годов немецкое, саксонское и французское. Вместе с европейским платьем у дворян появились и европейские аксессуары, в том числе и складной веер. Вот только приехал он в Россию не из законодательницы мод Франции, а из Голландии, ибо сам Петр предпочитал роскошной французской моде, более демократичную, голландскую. Как правило, это были веера мастера Верни Мартен, состоявшие из лакированных костяных пластин и шелкового экрана. Также привозили в Россию веера подешевле. Они состояли из деревянной оправы и тканевого или бумажного экрана, расписанного узорами и разными сценами. Сюжеты осписи копировались с европейских вееров. Русские императрицы с пиететом относились к европейской моде, платьям и аксессуарам, хотя уже во времена Анны Иоанновны в России появились мастерские, делавшие веера не хуже голландцев и французов. Во время правления Елизаветы Петровны в России вошел в моду и веерный язык. У самой императрицы помимо 15 тысяч платьев имелось несколько сотен вееров. Некоторые из них были настоящими произведениями искусства. В записках дворянина Якоба Штеллина есть строки. К празднованию дня рождения Ее Величества в 1755 году обер-вейермейстер граф Разумовский заказал расписать для Ее Величества драгоценный веер, на котором было изображено царское село и 400 фигур. Самсуар, известный мини-теорист, работал над ним несколько месяцев и получил несколько сот рублей. Также при Елизавете Петровне 1 сентября 1751 года в Москве была учреждена первая веерная фабрика. В 19 веке стали модными веера из трусиных перьев. Англия, Голландия и Франция получали перья из южных колоний, коих не было у России. А потому отечественные модницы покупали такие веера только за границей. В том же 19 веке в моду вошли театральные веера, выдаваемые перед спектаклем. На экране такого веера обычно отпечатали программку спектакля. Аналогичные веера использовались и в ресторанах, но вместо программки там писали меню. Век 20 с кондиционерами и эмансипацией лишил веер всех ранних утилитарных качеств. Но он по-прежнему остался в гардеробе модниц в качестве стильной штучки. Статья, подготовленная Львом Каплиным, публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!